Регата стартовала 27 июня в Севастополе. Яхтсменам предстояло пройти 400 морских миль за две недели. В прибрежных городах к регате присоединились новые экипажи. Организаторы первого международного фестиваля ставили задачу сделать Черное море зоной яхтенного туризма. 13 яхт, 9 украинских и 4 российских, зашли в порт Сочи под хороший попутный ветер. Остальные регатчики еще в пути, в основном это те судна, которые идут из Новороссийска. Яхта Скорпиус, которая проделала кругосветное путешествие к международному яхтенному фестивалю Черное море 2013, так и не присоединилась. Так что флагманом черноморской регаты был совсем другой парусник. Моторные суда прошли по маршруту Севастополь, Балаклава, Ялта, Феодосий, Новороссийск, Геленджик. Сюда, в Новый Сочинский порт и Веретинский, который принимает в год 2 миллиона тонн грузов, яхты зашли впервые. Паромы нам привозят сюда, транспорт, автомобили, которые не могут пройти через перевал, они везутся паромами с Новороссийска. Во-вторых, сюда идет весь цемент, очень много инертного материала принимаем сюда. Ну и, естественно, металлоконструкция, оборудование, вот такое количество яхт и такой красоты я здесь вижу первый раз. Встретили морских путешественников хлебом с солью и казачьими песнями, а яхтсмены делились впечатлениями. Во время регаты ночью ближе к Новороссийску были и шторм, и шквалистый ветер. Нас всю регату разбросало, мы по одной яхте, одна поломалась, нашлась. В общем, было очень сложно, были погодные условия, очень сложно. Но ветераны яхтиного спорта справились с трудностями. Сложнее было начинающим яхтсменам. 16-летний Артем Калугин из Москвы многому научился. Собственно, в первую очередь, наверное, навыкам, которые необходимы для управления яхтой. И во-вторых, ну что можно сказать, дисциплина и сам морской дух как-то был мною поздно. Планируется, что сразу после Олимпиады американский порт переоборудуют в марину. И тогда морская гладь будет чаще пестреть яркими парусами. Будут созданы все условия для развития, в том числе и яхтенного туризма, и морского туризма в городе Сочи. В настоящий момент уже приняты нормативные документы, регламентирующие прохождение яхт в территориальных водах Черного моря. Значительно упрощены процедуры. Первый международный фестиваль вызвал огромный интерес у яхтсменов из других стран. На участие в следующей регате заявлены экипажи из Турции, Германии, Англии, Греции и других стран. Елена Всецна, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.